Перед началом просмотра этого видео предлагаю вам немножко подготовиться, приготовить, возможно, ароматный какой-то чаек, кофеек, потому что сегодня с вами будем болтать, мы сегодня с вами обсудим подделки косметики, то есть по сути контрафакт, и также бренды, которые позиционируются как бренды, которые создают аналоги косметики. Я выскажу свое мнение, и мне будет интересно послушать ваше мнение. Как всегда, мне хочется сделать это диалогом, а не просто монологом здесь вот одной персоны на камеру, поэтому я очень надеюсь, что вы не поленитесь и выскажите свое мнение в комментариях. Вообще, что сподвигло меня на создание этого видео, это мое недавнее знакомство с маркой Makeup Revolution. Если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что я не люблю попросту терять время, поэтому мы с вами помимо того, что обсудим эти все вопросы, мы с вами еще и будем тестировать косметику от Makeup Revolution. А если вы здесь впервые, то обязательно, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите разбавить свои подписки на YouTube и добавить какую-то свежую кровь, но не знаете, кого посмотреть, я вам рекомендую новый канал Короче о красоте. Там рассказывают про косметологические процедуры, про здоровье кожи, также правильное питание. Канал еще молодой, но он быстро развивается и в планах очень много хорошего контента, поэтому я вам советую заценить этот канал. Если понравится, подписаться. Ссылку на этот канал я вам оставлю в описании. И также здесь под буковочкой I вы сможете перейти и посмотреть на этот канал. Давайте начну с того, что покажу, чем мы сегодня будем пользоваться. У меня здесь есть палетка для глаз от Makeup Revolution. Она называется Ultra Eye Contour Light and Shade. И очевидно, что эта палетка это явный закос под Kat Von D и ее палетку Shade Light. Почему говорю явный? Потому что когда смотришь на расположение всех ячеек, всех тенюшек, то сразу вот сделается тоже абсолютное ощущение. Если поставить рядом палетку Kat Von D, то все оттенки будут совпадать один с другим. И более того, они еще даже не постыдились названия. Вот так вот нагло сворвать, потому что у Kat Von D она называется, это палетка Shade Light. А у них она называется Light and Shade. Ну, то есть переставили местами слова и как бы вот уже типа не то же самое. Также у меня есть вот такая вот штука. Это бронзер и хайлайтер. И называется это тоже Makeup Revolution Renaissance Glow. Здесь вот такой вот как бархатный чехольчик, как у люксовой косметики. Потом вы достаете палетку, наверное, ее можно так назвать. Она выглядит как сумочка вообще, как кладчик такой. И когда вы ее открываете, то там полноценное зеркало, очень, кстати, хорошего качества. И когда смотришь на вот эти два рефила, то сразу понимаешь, что конкретно вот это, это закос под Шарлотту Тилбери и ее продукт Filmstar Bronze and Glow, который стоит немереных просто денег. И раз мы уже затронули тему финансов, вот эта вот палеточка стоит 330 гривен или 12 долларов. Я заказывала и то, и другое на сайте Lady Makeup. Я вам оставлю, как всегда, на все, что я упоминаю. Я всегда оставляю ссылки в описании, поэтому, если вас что-то заинтересует, вы всегда в описании, в любом моем видео всегда найдете ссылки. И что касается Шарлотты Тилбери, то ее продукт стоит 68 долларов, то есть почти в 6 раз дешевле вот этот вот аналог. Что касается вот этой палетки, то здесь ситуация практически такая же. Стоимость этой палетки 314 гривен, то есть это по сути 11 долларов, тогда, когда Cat Von D стоит 48 долларов. И здесь как бы экономия в кавычках получается где-то в 4 раза. Давайте я перейду к тому, что начну это все открывать и уже начнем с вами это все тестировать. Почему я сказала, что это аналог, а не подделка? Потому что существует все-таки два понятия на рынке косметики. Это аналог, это полноценный бренд, который известен, который не скрывается под какими-то торговыми марками и который выпускает косметику легально абсолютно. Но вдохновением для выпуска этой косметики является какая-то очень раскрученная марка или какие-то отдельно раскрученные продукты, которые пользуются огромной популярностью. Естественно, так как далеко не все могут себе позволить люкс или проф, существует ниша, которая вот заполнена именно такими брендами, как Makeup Revolution. Но при этом вы получаете, естественно, другой состав, другую упаковку. И общее впечатление, все-таки общее назначение этого продукта очень схожи с оригиналом. Но в то же время, знаете, это да, но не совсем так. Текстура не очень похожа, потому что у меня палетки Kat Von D, вот этой вот Sharing Light, у меня ее нет, но я ее свочила в Sephora, и палетка невероятно просто пигментированная, но при этом тени очень мягкие. Вот что меня остановило, и почему я ее не купила, потому что когда вот свочешь, тени вот прям как крошатся под рукой, и своч наносится просто невероятно пигментированно, но в то же время вот эта вот такая рыхлая текстура мне немножко оттолкнула, поэтому я решила эту палетку не покупать. Swatchи, в принципе, для такой цены достаточно приличные. Макияж я планирую сделать достаточно базовым, ничего сверхъестественного, просто чтобы посмотреть, как вообще выполняют свои функции эта палетка. Так вот, что касается конкретно брендов, которые создают аналоги, то я думаю, вы уже понимаете, что раз я заказала Makeup Revolution, я не считаю их какими-то омерзительными, и я не считаю, что этих брендов нужно сторониться, как-то бояться, потому что что их в первую очередь отличает от брендов, которые делают наглые подделки, это то, что они не скрывают информацию никакую, они не скрывают информацию ни о своем бренде, ни о местоположении этого бренда, ни о политике возврата, и что самое важное, у них всегда указан состав. Если мы говорим о чистой подделке, к примеру, на ebay полного палеток Kat Von D, которые стоят долларов 10, они выглядят абсолютно точно так же, как сама палетка, ну, по крайней мере, на фотографиях, вживую вы, естественно, получаете совершенно не то, но при этом они полностью дублируют и упаковку, и все остальное у оригинала, то есть они пишут, что по факту вы получаете состав как у оригинала, но по факту, что находится в этой косметике, вы никогда не знаете. Причем, что такие подделки чаще всего делаются в Китае, в Китае нет каких-то жестких норм санитарных, или жестких каких-то законов, именно в середине их государства, которые бы их как-то ограничивали в использовании даже тех ингредиентов, которые во многих странах запрещены. Поэтому, что касается вот таких вот навелых подделок, то я, конечно, здесь категорически против, если вы хотите купить палетку, там, допустим, Kat Von D, да, и вы понимаете, что она вам не по карману, ни в коем случае не покупайте подделку. И хотя этот же Makeup Revolution делается в Китае, но при этом вы получаете полный состав, то есть здесь он указан на упаковке, и вы можете понимать вообще, чем вы пользуетесь. Но вы знаете, все-таки этот вопрос не ограничивается просто банальным, подделки это плохо, аналоги это хорошо. Я могу смотреть на те же аналоги, как потребитель, вот как человек, который просто хочет купить косметику, и так и с точки зрения бренда, который производит эту косметику, как оригинальную, так и копию. Так вот, если рассматривать вот такие вот бренды, как Makeup Revolution, с точки зрения потребителя, обычного человека, я считаю, что все-таки они делают большое дело, потому что рынок масс-маркета очень популярен, и далеко не все могут себе позволить люкс. И вот, к примеру, мне хочется купить какую-то палетку хорошую, которая будет нейтральнее, вот такой вот, как приблизительно вот эта, то очень классно, что у Makeup Revolution такую вот сделали, и мне не нужно думать, как мне достать деньги на Kat Von D, в чем себя урезать, какие кредиты брать, или какие органы продавать для того, чтобы позволить себе эту косметику. Поэтому я просто покупаю, трачу там те же 11 долларов, и на мой бюджет это абсолютно никак не влияет. В то же время я могу себе вот достойный макияж сделать. Как я вижу сейчас, вполне нормально я могу себе вот такой вот повседневный, обычный макияж ей сделать 100%. В то же время я отлично понимаю бренды, которые бесятся просто вообще невероятно, когда узнают, что их какие-то бестселлеры вот так вот подделывают, ну даже не подделывают, а вот создают аналоги. И Kat Von D здесь не исключение. Она когда узнала о существовании вот этой палетки, она в Инстаграм выложила такой прям грозный пост, обвинила просто компанию Makeup Revolution во всевозможных грехах, и потом, после этого она выкладывала, я не помню где, то ли в Snapchat, то ли в Instagram Stories, но где-то она это выкладывала, или может даже на своем канале YouTube, сколько работы она показывала, сколько работы было вложено в создание вот этой палетки Shading Light. И на самом деле, когда ты видишь действительно, сколько труда было потрачено, сколько там сил и пота и крови, то ты понимаешь, что возможно, с какой-то стороны, да, это не совсем этично. И если бы, к примеру, я создала какой-то косметический продукт, а тут на рынок вышел Makeup Revolution и сказал, нет, не покупайте, вот это мы сейчас делаем в 5 раз дешевле, типа то же самое. Меня бы это, конечно, очень сильно взбесило, тоже как производителя, потому что я бы подумала, ну, слушайте, потратьте тоже свое время, свои какие-то ресурсы, проведите работу того, что будет востребовано, что хорошо зайдет на рынок, подберите все эти текстуры, все эти оттенки, расположите их именно вот так вот, как это придумала я, а не просто вот возьмите, своруйте готовые наработки, а потом еще и конкретно заработайте на этом деньги. Но опять-таки, с другой стороны, если вот посудить об этой всей ситуации, мне кажется, что потребитель и все-таки целевая аудитория все равно у этих двух брендов разные, потому что если у меня нет денег купить Kat Von D, то я как бы по умолчанию не являюсь ее целевой аудиторией, то есть она мне эту палетку не продаст в любом случае, даже если не будет вот такого аналога, я все равно у нее не куплю эту палетку, потому что у меня просто нет на это денег. И если я покупаю вот этот аналог, то это не говорит о том, что, о, я так круто сэкономила, я купила Kat Von D, то есть все равно нет ощущений, что это Kat Von D. Все равно вы прекрасно понимаете, что вы покупаете. Вы покупаете, грубо говоря, палетку из масс-маркета, и все. Ну что, в принципе, базовую такую форму я построила, сейчас я накрашу ресницы, я буду использовать Reluie, я показывала это уже в своих фаворитах, мне очень нравится эта тушь, вот прям очень нравится эта тушь. Кстати, если вы до сих пор мое видео с фаворитами не посмотрели, обязательно посмотрите, потому что там помимо того, что я показываю классные косметические продукты, так там еще и конкурс на набор кистей Зоева и палетку Huda Beauty. Поэтому вы просто обязаны поучаствовать в этом конкурсе, не упустите свой шанс. С глазами я закончила, теперь давайте пробовать вторую палетку для лица. Я здесь буду использовать как бронзер, так и хайлайтер. Начну с бронзера. Кстати, у Makeup Revolution есть обалденный просто бронзер, который закос, кстати, под Too Faced. Называется он Summer of Love, и выглядит он вот так вот, то есть это чисто бронзер, на скульптор даже намека нет, и он не сияющий, но он сатиновый. Он легко вот втушевывается в кожу, выглядит потрясающе. Мне кажется, все должно быть с ним хорошо. Ну что скажете? Вот как-то мне сейчас не совсем понятно в зеркале. На камере вроде бы хорошо выглядит. Он однозначно немножко более холодный, чем тот, который я вам предыдущий показывала. Вот какой-то немножко красноватый подтон я в нем наблюдаю. Кого-то это может оттолкнуть, кому-то наоборот понравится. Но давайте еще не забывать, что тут есть хайлайтер. Давайте его тоже попробуем. Выглядит все очень красиво, вот просто вот так вот в упаковке. Обалденно. Хайлайтер тоже очень пыльный. Вот видите, сколько слетает. Главное, чтобы на лице хорошо лежало. Ого, он такой ядрен батон. Я даже не ожидала, что он такой интенсивный будет. Ну, хайлайтер очень даже так. Единственное, что он не втушевывается полностью в кожу. То есть он не тает на коже. Он все-таки сверху немножко лежит, поэтому я сейчас постараюсь спонжем его немножко лучше растушевать. Но вы знаете, за эту цену, по-моему, очень даже неплохо. Что касается конкретно небольшого обзора на эту косметику, то мне и один, и другой продукт очень даже понравились. Палетка меня даже впечатлила. Вот этот макияж, который сейчас на мне, я не могу назвать его каким-то слишком интенсивным и выразительным, потому что Kat Von D 100% бы сделала при использовании тех же оттенков, сделала бы более выразительный эффект на глазах. Но вот это, мне кажется, вполне применимо для жизни, вполне применимо для такой вот среднестатистической девушки или парня, который хочет сделать себе макияж, который вот просто для жизни нужен. Что касается вот этой палетки для лица, опять-таки, ну как бы ничего плохого я в ней не вижу. Немножко оттенок бронзера здесь красноват. Если вам вот такое вот то, что вы сейчас видите у меня на скулах, нравится, и вы ищете такие оттенки, то я вам могу 100% рекомендовать вот эту палетку, потому что помимо даже функциональности, я считаю, что она может вполне принести и эстетическое удовольствие, потому что сделано, выполнено все очень хорошо. Зеркало просто потрясающего качества. Сама упаковка тоже очень классная. Даже вам такой вот пыльник кладут в комплект, что довольно не характерно для такого бюджетного бренда. Очень интересно услышать тоже ваши истории, что вы покупали. Возможно, вы покупали подделки. Какой у вас был опыт с этими подделками, удачный, неудачный. В общем-то, делитесь обязательно. Это будет интересно не только мне, но и всем остальным в нашем сообществе. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И если чаек, кофеек в ваших кружках еще не закончился, я предлагаю вам посмотреть еще какие-то мои видео и продолжить наше с вами общение. Ну, либо увидимся уже в новых моих выпусках.